Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия! Список из 15 тысяч ее постоянных клиентов, включавших знаменитости первой величины, таких, например, как Майк Тайсон, Чарли Шин, Майкл Дуглас и другие сливки общества, стал достоянием гласности. Суд над Хэдди был самой горячей темой в прессе на протяжении нескольких месяцев. В такой ситуации Тому ничего не оставалось, как распрощаться с веселой подругой, которой грозил долгий срок. К тому же на голову обрушилась новая работа. Ольвер Стоун позвал Сайзмара на небольшую, но ключевую роль детектива Джека Сканетти в свой фильм «Прирожденные убийцы». На съемках с Томом произошло сразу два знаменательных события. Актриса Джульетт Льюис нечаянно сломала ему нос во время энергичной сцены драки. И Том встретил свою будущую жену, Мэйв Куинлан, которая работала на картине дублершей «Мисс Льюис». В Мэйв он тоже влюбился не случайно. Девушка сделала комплимент его физической форме, застав в студийном спортивном зале. Совершенно неискушенный в бесплатном женском внимании, Тома мгновенно растаял. Да и возраст, наверное, у него уже был такой, когда невольно начинаешь задумываться о детях, постоянной женщине и спокойных ночах в теплой постели. Они быстро поженились. Мэйв искренне жалела Тома, планировала вырвать любимого из наркотической зависимости и отучить от пьянства. Но девушка не предполагала, насколько далеко он зашел. Том ни дня не проводил без наркоты или алкоголя. Нагрузившись таким коктейлем, он без стеснения отправлялся на съемки. Его регулярно штрафовали за превышение скоростей. Однажды он подвозил по пьяни каких-то случайных попутчиков. Тормознувших его у обочины и машина попала под обстрел. Тома и пассажиров только случайно не задели пули. Из решетившего салон в семье вскоре начались серьезные проблемы. За любое замечание Том поднимал на Мэйв руку. По этой причине она боялась забеременеть. В 1997 году он так ее избил, что ей пришлось вызвать полицию и скорую помощь. Не раз он нанимал дорогостоящих адвокатов, и те вытаскивали его из процессов, застенков, но вскоре он вновь попадал в передряги. Аресты за хранение наркотиков, за вождение в нетрезвом виде. В паузах между процессами и выплатами залогов он умудрялся каким-то образом вести нормальную жизнь, сниматься, наблюдаться у психологов, записываться в частные реабилитационные клиники, срываться и с треском проваливать лечение, вновь подсаживаясь на наркотики. В 1998 году Том сыграл в фильме «Свидетель против мафии», который продюсировал Роберт Де Ниро. Узнав о зависимости Сайзмара, Де Ниро повел себя жестко. Придя как-то без предупреждения к Тому домой, великий актер захватил с собой мать Тома Джудит, чтобы заставить того отправиться в клинику. Де Ниро начал кричать уже с порога «Ты идиот, болван, дурак, топишь себя в дерьме! Ты, такой талант, все просрал твою мать, опомнись!» Де Ниро пригрозил Тому, либо тот собирает вещи в его присутствии и они с матерью везут его в клинику, либо, если Том против, он поднимает трубку и звонит в полицию, сообщить властям, что их подопечный, находящийся под очередным условным сроком, сидит у себя дома, обдолбанный в хлам. Тогда они приедут и отвезут его в тюрьму. Не посмев перечить своему идолу, Сайзмар выбрал первое и стал покорно собирать сумку, чтобы отправиться в больницу. Но это лечение, как и последовавшие за ним другие госпитализации, так и ничем не закончились. Том выписывался и через какое-то время опять срывался. В 2004 году на вечеринке у друзей Том познакомился с юной моделью Джанель Макинтри. У них завязались нежные отношения и девушка даже переехала на какое-то время к нему жить. Но Том продолжал угорать в своем духе, и вскоре Джанель от него съехала. В 2010 году в одном из интервью Сайзмар так вспоминал о том давнем романе. Наверное, Джанель была послана мне Всевышним как последний шанс, как укор и предложение все изменить. Она рискнула родить мне два их сыновей, Джейдена и Джаггера, хотя прекрасно понимала, что отец из меня никудышный. Но она сделала это, и благодаря мальчикам я перестал ощущать себя потерянным, некрасивым, пьяницей и торчком. Я нашел некий особый смысл прежде всего для себя самого. Я больше не могу ломаться, мне нельзя. Я ведь отец, я должен обеспечивать мальчиков, подарить им красивую жизнь в хорошем доме, обеспечить их мать всем, что необходимо. А я как-то сбоку кое-как, но поблизости буду жить, себе так поживать, только не в таком разобранном состоянии, как прежде. После того, как мальчики родились, я действительно захотел вылечиться. Но расстаться с привычками всей жизни не так-то просто. Сайзмар постоянно попадал в поле зрения полиции и даже как-то пошутил на эту тему. Бог дает мне понять, что он не хочет, чтобы я пил и принимал наркотики, потому что каждый раз, когда я это делаю, я попадаюсь. В 2007 году Сайзмар получил 16 месяцев тюрьмы в округе Керна, Калифорния, за употребление наркотиков в период условного срока, который он получил еще в 2006 году, попавшись с запасом метамфетаминов в багажнике. Судья Синтия Рейвис заявила на процессе. «Мы долго терпели, но больше терпеть не можем. Мистер Сайзмар нарушил условия испытательного срока, поэтому ему придется сесть в тюрьму». Пока он сидел с волей, долетел новый скандал. Бывшая подружка Хэйди Флейс вздумала открыть публичный дом нового поколения и обратилась к Тому с письмом выделить ей на это средства. История попала в СМИ. На этот раз Флейс запланировала открыть бардель для женщин, в котором работали бы мужчины-проститутки. Поместить его на природе под Лас-Вегасом, назвать ферма жеребцов и организовать спа, баню, бутик по продаже кокетливого белья и секс-игрушек. 20 мачо и 250 долларов в час могли бы ублажить женщин любого возраста. Флейс была уверена, что дело стоит свеч и предлагала Сайзмору серьезную долю активов. Ничего не скажешь. Неприятная реклама и без того морально падшего заключенного. Тем временем голливудские режиссеры продолжали присылать Тому сценарии в тюрьму. И как только он вышел, практически в тот же вечер оказался на съемочной площадке. Тюрьма здорово повлияла на Тома. Он начал меняться. По настоянию сыновей стал осваивать тяжелую атлетику в спортивном клубе и увлекаться занятием джиу-джитсу. Кто бы мог подумать, что он прислушивается к словам своей бывшей подруги Джанель. Она просила Тома постараться держать себя в руках хотя бы ради мальчиков. Как-то совсем незаметно Том все чаще стал забывать о своих привычках, увлеченно занимаясь спортом и восстанавливая физическую форму. Он похудел, купил новый дом, завел собаку и с удивлением обнаружил, что еще не утратил желание работать. Вспомнил о своем давнем увлечении – пении. Учредил рок-группу «Восьмой день» и стал вокалистом. Только в 2014 году Том снялся в небольших ролях более чем в 25 картинах, где по-прежнему отрабатывал привычное для себя амплуа – активного криминального горожанина, тяжелого на руку. Стал записывать диск, рассматривать предложения, сняться в продолжении популярного телесериала «Гавайи 5.0». Свободное время теперь постоянно проводит дома, где чувствует себя спокойно. Иногда выходит на ужин к соседу и близкому другу Майклу Мэдсену, будучи, кстати, крестным отцом его младшего сына Хатсона Мэдсена. Нормальное такое соседство. Им еще не хватает Чарли Шина, Микки Рурка и Шона Пэна. Тогда будет вообще угарно. Сегодня я не пьющий дядька средних лет, который не утратил интерес к жизни и работе. Я мечтаю и не позволяю себе ничего лишнего. Пожалуй, только сыновья почему-то продолжают считать меня крутым. Да пара-тройка безумных режиссеров тут в Голливуде. А я, если честно, никогда таким не был. Даже в прошлом. И если бы вы спросили меня, а каков же тогда, на мой взгляд, этот хулиган Сайзмар, ответил бы так. Это вечно сомневающийся во всем парень. Наивный, нелепый, попадающий в кучу передряг, но каким-то чудом вышедшим сухим из воды. Неплохой отец, заботливый хозяин собаки Доры, отличный садовод, получивший на местном конкурсе приз за лучшую трикву года. Еще он иногда мелькает в кино, и такие люди, как Скорсезе и Спилберг, лично могут поручиться за то, что он способный актер. Я хочу влюбиться, хочу сделать еще одного ребенка. На этот раз девочку. Мне никогда с ними не везло. Но сейчас, уверен, на все сто повезет. И немножечко давайте накидаю вам фильмов из девяностых, в котором снялся Сайзмар, и я думаю, вы все смотрели их. Это Тюряга, На гребне волны, Харли Дэйвсон и Ковболь Мальборо, Пассажир 57, Настоящая любовь, Перерожденные убийцы, Схватка, Спасти рядового Райана, Бей в кость. И, конечно, у Тома еще очень много проектов запланировано на будущее. Вот он такой, Том Сайзмар, хулиган, дебошир и плохой парень Голливуда. Ну, ребят, а, ну? Ну, ребят, ну вы просто произведение искусства.